Привет! Ходит много слухов вокруг оборотней, живущих в Мунвудмилл, и много загадок вокруг вампиров и чародеев. Говорят, что они точно причастны к судьбам этих магических существ. Давай разбираться. Это Алиса, она приехала в Мунвудмилл, чтобы помочь нам найти ответы на многочисленные вопросы. Она обычный человек, и ее путешествие началось с общения с местными жителями и изучением документальных романов в местной библиотеке. В рассказах писателей были некие схожие моменты. Речь шла о четырех друзьях, живущих на этих землях когда-то очень и очень давно. О диких стаях, о вампирском логове, находящемся глубоко в лесу. О магическом озере и его свойствах полнолуния. О первом полнолунии и о том, как его переживали первые люди-волки. Но большинство информации, написанной в этих книгах, было не понять. Единственное, что можно разобрать, это символы, похожие на Луну. После изучения всей возможной литературы, мне стало понятно, что разгадать эту загадку может только оборотень. Поэтому Алисе пришлось перевоплотиться, отыскать реликвии Мунвуда, дневник Грега, книгу об истории города и соединить это все в одно целое. Поехали! До появления в городе Лисопилке он назывался просто Мунвудом, что означает лунный лес. Это название придумали местные жители, которые были уверены, что лес города заряжен лунной энергией. Древние чародеи верили, что их величайшие умы перерождаются в волков и отправляют свою мудрость на Луну с помощью воя. Чем больше мудрости скапливается на Луне, тем полнее она становится и ярче светит. В полнолунии чародеи надевали волчьи маски и проводили особый обряд, черпая накопленную мудрость. В найденных нами старых книгах говорится о чародеях, которые в давние времена пытались найти предел своих возможностей. Они экспериментировали с созданием двойников, но им быстро надоело поддерживать их существование. В надежде повысить их эффективность, чародеи поили их зельями и в итоге создали монстров. В те далекие времена и зародился конфликт, который длился более ста лет, который прозвали Вечное Пламя. Первые вампиры, движимые неутолимой жаждой, охотились на чародеев и нападали на их небольшие поселения, чтобы выпить их волшебную кровь. Именно поэтому вампиры и оказались наделенные волшебными свойствами. В конце концов, у них появилась возможность превращать обычных людей в себе подобных. Первоначально эти места заселяли беженцы, надеявшиеся положить конец долгому губительному конфликту. Они пытались установить связь с природой и луной. Они поднялись на вершину, которая теперь известна как место для завываний. И ночные пейзажи с озером в форме полумесяца показались им благим знамением, предвещающим удачу. В одной из записей Григориуса Лунвика сказано. Мы, чародеи, начали впадать в отчаяние. Одна из групп пыталась создать заклинание, благодаря которому можно было бы исцелить сразу всех вампиров на свете. Одно заклинание способное положить конец конфликту. Разумеется, они были ослеплены гордыней и отчаянно хотели закончить работу как можно скорее. Заклинание вышло слишком могущественным, и чародеи не смогли с ним совладать. Поэтому оно привело к разрыву ткани волшебного мира. Дело в том, что существовало два лагеря чародеев – лунные чародеи и жвачные. Каждый лунный чародей имел своего волшебного волка. У Григориуса Лунвика волка звали Брут. Он был грозным альфа-волком, чьи когти и клыки были острее, чем у всех его сородичей. Когда лунные чародеи наделили себя энергией своих волшебных питомцев, они переняли их качества и навыки. Благодаря Бруту, Григориус получил способность накапливать небывалое количество ярости и талант побеждать в драках. Грег писал об этом так. Я пытаюсь освоить новые техники, которые помогут мне сохранить контроль над перевоплощениями. Слишком часто они становились причиной моих разлук с Авелиной. Слишком часто она вынуждена оставаться в одиночестве, пока я буйствую в лесу. Я знаю, что без меня она с головой уходит в работу, забывая обо всем остальном. Недавно мне удалось приготовить горячий напиток из луноцвета, и пусть его воздействие на мою ярость оказалось ничтожным, он немного поднял мне настроение. Я продолжу эксперименты. Авелина Лунвик – одна из первых лунных чародеек и возлюбленная Григориуса. Ее волка звали Гиби, и его энергия усилила тягу Авелина к изучению луны и космоса. После превращения в оборотня она погрузилась в свои исследования с небывалым рвением. Она намерена была сделать все возможное, чтобы помочь своему мужу в его экспериментах с управлением яростью. Волк по имени Ренго принадлежал лунной чародейке Ини Кия. Инна была ближайшей подругой лунвиков, она обожала путешествовать в незнакомые места. Это вызывало серьезное недовольство ее жены Эми, которая не была оборотнем. Однажды во время выполнения оборонной задачи, предпринятой лунными чародеями, оборотнями и жвачными чародеями, непоседливостины сыграла снизлую шутку – чародейка стала обедом жвачного растения. После гибели Инны многие заметили, что морщина на лбу Григориуса стала чуть глубже, а Ренго ни на шаг не отходила от Эми до конца своей жизни. Мною был найден череп жвачного растения, на челюсти которого выцарапано, и я за тебя отомщу. Кость истощала зловещий запах Грега, а он в своем дневнике написал так. «Я пишу эти строки с тяжестью на сердце. Моя ближайшая соратница и лучшая подруга Инна Кия покинула этот мир. Во всем виновата проклятое жвачное растение, выведенное жвачными чародеями. Кто-то создает с помощью магии самые прекрасные чудеса, а кто-то рождает на свет ужаснейших монстров, жвачные растения, вампиры, а возможно кто-то поставит в этот ряд и нас». Есть ли место оборотням в этом списке? Джон и Мария с этим бы точно не согласились. Мария также была лунной чародейкой, ее волка звали Верити. Нет никаких сомнений, что тяга Марии к дипломатии и труду во благо общества оказалась многократно усилена благодаря характеру Верити. Они с Григориусом частенько вели споры о новых обязанностях лунных чародеев после превращения в оборотней. Со временем Мария пришла к выводу, что Григориус всего лишь завидовал ее способности контролировать свою ярость. Вскоре Авелина тоже покинула этот мир. Грэд писал об этом так. «Я всегда знал, что сердце Авелины принадлежит ночному небу. Я знал это с первой же нашей встречи в Глимербруке. Я покорил ее стихами о луне и звездах. Возможно, судьба свела нас еще до того, как мы сами поняли, что созданы друг для друга. Судьба явно имеет некое отношение к магии. Она связывает все сущее. По завершении векового конфликта судьба разбросала оставшихся оборотней по всему миру. Волковы остались в Мунвудмилл. Как-то раз мне удалось обнаружить подземное помещение, скрывающее тайны происхождения оборотня. Должно быть, Джон и Мария Волковы попросили чародея наложить на это помещение лунную магию. Посетителя, спевшего лунного песню, в знак уважения ждет награда. Сентиментально до безобразия». Вот такая вот история, друзья мои. Ну что это, если не шок-контент? Если кратко, то вампиров создали чародеи, а оборотни это и есть чародеи. Они превратились в оборотни из-за неудачного и мощного заклинания. Думаю, что конфликт кончился просто потому, что вампиры научились прокачивать свои способности. Или оборотни. Или оборотни и вампиры. Оборотни из общины Мунвуда, потомки Марии Волковой. А Грег, судя по всему, обрел бессмертие и, потеряв всех, кого очень любил, перестал справляться со своей яростью и стал еще более злым и жестоким. На этом на сегодня все. Делитесь своим мнением в комментах, подписывайтесь на меня в телеге, там мы обсуждаем не только новости из мира Симса, еще я делюсь с вами личным, но совсем чуть-чуть. Вам хорошего настроения и пока-пока.